Вот так пел Димаш. Очень интересно. Когда он был в Китае, он был восхитителен, не правда ли? Ваша пение уже немного похоже на пение Димаша. Ну, я бы не сказал, что я пою как он. Я бы сказал, что культура древних времен звучит в моем сердце. Я как странник, и мне кажется, что именно так произошло с Димашем в Китае. Он был незнакомцем в чужой стране, в стране чужаков, когда он был в Китае в течение трех лет. А затем он там раскрылся, показал себя во всей красе, и его полюбили. И музыкант Шерен Бонн написала текст для песни Stranger. Она также была незнакомкой в чужой стране. Она из штата Флорида, а затем она жила в городе Нэшвилл, штат Теннесси, где она писала слова к песням и музыку для певцов, поющих в стиле кантри. Она тогда работала с такими певцами, как Вилли Нельсон и другими потрясающими артистами в стиле кантри. А потом она переехала в Швецию. Именно в этой чужой стране она была чужаком, незнакомкой. Я думаю, что Игорь Крутой написал музыку к этой песне, а Шерен Бонн написала фантастические слова к этой песне. И я ставлю эту песню вверх всего списка из всех песен Димаша. Эта песня одна из его лучших работ, наравне с песней Your Love, ну и другими. Так или иначе, я не хотел бы фиксировать пять лучших песен Димаша. Мне кажется, что это просто невозможно. Но я постараюсь провести параллель этой песне с Грэмми, потому что в этой песне крутая музыка, слова и, конечно, там есть Димаш. Итак, могу ли я провести пятиминутный анализ песни Stranger? Да, вперед! Отлично! Итак, Димаш создает новый вид музыки, делая казахский фолк, поп, рок музыку. И в этой песне есть роковый мотив, что хорошо, но он также включил сюда оперу и классическую музыку. И теперь эта песня еще и самая театральная музыкальная песня из всех, которую он когда-либо делал. Он делал другие, которые были похожи на саундтрек к фильму, например. Но эта песня больше всех похожа на мюзикл. Многие говорят с удивлением, Димаш может петь в мюзиклах. Да он может вообще петь в любом стиле, который ему понравится. Но самое мощное, что он когда-либо будет делать, это джаз. Мы не видели, чтобы он пел в ярко выраженном стиле джаз, но наверняка он уже это практиковал в жизни. Все-таки он учился на джазовом отделении. В общем, он уже поет почти как в мюзикле, причем он это делает очень мощно, потому что иногда мюзиклы бывают довольно простыми. Типа, посмотрите на меня, я тут пою мюзикл. Но также мюзиклы могут быть и очень глубокими, и серьезными. У Димаша все очень драматично, и в написании этой песни участвовала команда Игоря Крутого, которая также работала в разных стилях, в классике, в поп и других. И этот факт тоже помогает Димашу петь мюзикл, потому что представление получилось очень театральным. Они воспользовались фестивалем «Новая волна», сделав что-то действительно очень театральное и захватывающее. Возможно, даже это было похоже на церковную музыку. Итак, Димаш – музыкальный виртуоз. Более того, он очень скромный парень, он мультиинструменталист и автор песен. При этом он и виртуозный незнакомец. Он уже создал новое звучание, которое работает, как в повороте пил оперу. Но потом он пел и песни в стиле поп. Он был оперным певцом, поющим в поп-стиле. А Димаш умеет все это миксовать и делает это с Игорем Крутым. И поэтому это новое звучание, это новая мировая музыка. Итак, Димаш Кудоберген из Казахстана и его аранжировщик Ерлан Бекчурин. Тоже из Казахстана. Кстати, подскажите, как правильно назвать его имя? Ерлан Бекчурин. А, отлично. Так вот, да, он тоже из Казахстана. Кстати, а как правильно произнести название музыкального инструмента? Кобыз. 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 Да, вполне неплохо получилось. Итак, Олджаз Курман Бек. Тоже из Казахстана. Итак, три музыканта из Казахстана. Россия – это Игорь Крутой, музыка. США – это Шерен Вон, слова-песни. И из Греции – Димитрис Кантопулос, аранжировщик. Кстати, а вы знаете, как его имя произносится? Я не уверен, что знаю. Возможно, так. Димитрис Кантопулос. В общем, он из Греции, и он один из аранжировщиков этой песни. И сама песня получилась действительно международной, потому что слова песни на английском языке. И я почти уверен, что Игорь Крутой – еврей. Я почти уверен, что Шерен Вон – христианка. И, возможно, греческий парень – очень мирской человек. В общем, это песня мирового уровня с участием представителей всех стран. Эта песня на английском языке, и в этой песне звучат как восточные, так и западные мотивы. Вот в этой части больше слышны восточные мотивы. Итак, добро пожаловать в хорошее информационное кафе с инфоартистом Джей Кей. Песня «Stranger» про чужака в далеком краю. Слова к этой песне родились в Нэшвилле, штат Флориды, США, от незнакомки из Швеции. Димаш также был незнакомцем в Китае. И Димаш готовится быть незнакомцем в США. И мы ему с этим поможем. Ему ведь поможет фан-клуб Димаша в США. Потому что... И я уверен, что он поработал со своим низким голосом, потому что люди говорили ему, «Димаш, твой высокий голос просто великолепен!» И он подумал так, «Вы еще не слышали мой низкий голос?» И это было очень резонансно. Это был лучший низкий голос, который он когда-либо делал. Ему еще 27 лет, и ему еще можно успеть многое сделать. Вы знаете, обычно голос развивается до тех пор, пока он не станет больше 30. Поэтому будущее развития его голоса – это что-то невероятное. Очень здорово будет следить за Димашем, потому что он такой скромный и такой невероятно талантливый. Вы никогда не слышали ничего подобного. Он делает просто невероятные вещи своей музыкой. Он вокальный виртуоз. Вот такие у меня логические заключения по поводу композиции «Stranger». У вас есть какие-либо вопросы? Очень здорово. Мне понравилась ваша речь. И у меня для вас есть всего один вопрос, потому что вы американец, и вы эксперт, вы музыкальный эксперт, и уже очень хорошо знаете Димаша. Поэтому мой вопрос о словах этой песни. У нас сложилось впечатление, что Димаш пытается нам сказать. «Я собираюсь найти что-то новое». И поскольку мы уже знаем, что он завоевал Китай, Европу, Россию. Можем ли мы сказать о том, что он собирается посетить США? Да, ведь вы уже об этом сказали, о том, что он собирается это сделать. Вы меня сейчас видите? Да, да. У меня просто был телефонный звонок. Я хочу сказать, что есть такой человек, Пол Зурковский, который создал термин «информационная грамотность» в 1974 году. И я прочел книгу о информационной грамотности. И вот фотография со мной и дочкой, и моей женой. Он пригласил меня на беседу поговорить об информационной грамотности в декабре этого года. Я надеюсь, что у меня получится туда поехать. И, кстати, это как раз звонил Пол Зурковский, так что я ему, наверное, перезвоню позже. Я снимаю фильм о нем. Ему почти 89 лет. Он уже не может путешествовать, но я все равно к нему поеду. Это будет конференция по информационной грамотности и медиаграмотности, которая пройдет на Западных Балканах. Итак, песня «Stranger» – по-настоящему глобальная композиция от людей со всего мира. И вот, что я хотел сказать больше всего. Любовь здесь есть. Я думаю, что я смогу показать вот это. Это карта США. Вам видно? Да. США? Отлично. Итак, здесь есть любовь со всего мира к США. В общем, мы тут в Америке готовы. Вы сегодня были восхитительны. Я заметил, что Димаш зарядил вас некой энергией. Я вижу, что вы полны энергии. И эмоций. И это очень здорово. Я очень увлечен этим. Вы, наверное, хотели сказать, что я очень увлечен. Да. Мы можем сказать нашим друзьям, что это наше первое видео из цикла передач о... О, это Саша звонит. Саша мне звонит, потому что мы собираемся посетить Казахстан примерно во второй половине сентября. Ух ты! Может, это как-то связано с тем, что вы встретились с Димашем на фестивале? Вы были очень близко к нему? Да, это было восхитительно. Нам даже удалось сделать с ним селфи. Это было очень круто. Получается, что он знает о том, кто вы есть. Возможно. Я думаю, что он знает. Возможно, он знает о канале Алга Петербург, но вы в этом не уверены? Да, это возможно. Возможно, подписчики канала Алга Петербург ему рассказали о вас, ведь у вас так много друзей из Казахстана. Да, тогда вы можете поприветствовать Димаша и всех казахов. Здравствуй, Димаш. Я стараюсь смотреть в камеру, кажется, вот она там. Димаш. Это Джей Кей. Приветствую весь казахский народ. Вы классные. И мне очень нравятся ваши юрты. Мы можем сказать, что это наше первое видео из серии передач о новых песнях Димаша на фестивале «Новая волна». И сегодня мы говорим о новой песне «Stranger». И наши друзья могут ожидать еще две передачи от нас. Да, что касается композиции «Fly Away», то я подготовлю анализ текста песни. А композицию «Ава Мария» мы будем разбирать подробно. Да, отлично. Хорошо. До свидания, Джей Кей. До свидания, Дирс. Ждем вас в хорошем информационном кафе. Передавай привет Саше. До встречи, Алга Петербург. До встречи, казахи, русские и все-все-все.